230 спортсменов из 15 городов области и России. В Турках состоялся четвертый всероссийский турнир по самбо под названием Турковская гора. На торжественном открытии соревнований побывала наша съемочная группа. Слово Игорю Васильеву. Были случаи, когда привязывали сюда то козу, то корову, то телка. Сейчас с этим уже у нас строго. Заместитель главы администрации Михаил Отапин рассказывает нам, что на этом поле всего 4 года назад пасли домашний скот. Сегодня все по-другому. Стадион приведен в порядок и постоянно занят детьми. Турковская команда на областных соревнованиях всегда в призах. Футбол, волейбол и легкая атлетика здесь пока набирают популярность. Спорт номер один – это самбо и дзюдо. Даже в Центральном парке рядом с фонтанами фотографии чемпионов. На доске почета Сергей Тарасян и его воспитанники. В Турках знают своих героев. Тренировать детей Сергей Тарасян начал всего 5 лет назад. Тогда здесь не было ни спортивной школы, ни тем более таких турниров. Сегодня турковские спортсмены – это почти половина сборной области по самбо и дзюдо. А заниматься борьбой местные ребята начинают чуть ли не с пеленок. Мы друг-друг понимаем, разговариваем, общаемся и понимаем. Мы не настроим, выходит, борется. Не важно, проиграл он, не важно, выиграл. То есть настраивал на победу и на проигрыш. То есть проиграл – это значит, этим ничего не заканчивается. Жизнь продолжается. Тренер сборной области по самбо Александр Мартынов даже на чемпионат Европы не поехал. Своего воспитанника туда отправил с помощником. Говорит, и в Турках есть на что посмотреть. Уже есть хорошие ребята. Мне понравилось. Приехали с Самары. Ребята неплохие. Ребята приехали. Приехали, сваривались к области неплохие. Потом появились начинающие тренеры с Лысых гор. У нас вот парень привез, уже тоже есть задат. Ну и естественно, Балашов, Энгельцы, Турки – это уже короли. Дмитрий Власкин и Давид Тарабрамян королями себя пока не считают. Призеры чемпионата России здесь как звезды, но к Турковской горе готовились специально. У нас на каждый турнир идет подготовка. Бывает даже занятия в школе. Пискаем, чтобы подготовиться. Две-три тренировки в день у нас тренировок. Как бы усиленный режим идет. Как и ожидалось, турковская команда в родных стенах заняла первое место. Сегодня многое меняется и в самбо, и в дзюдо. Эти виды спорта, как родные братья, развиваются вместе. Но для полного счастья не хватает главного. Хочется фок. Созрела уже такая необходимость. Если в летнее время мы где-то занимаемся на площадке, то зимой три спортзала Турков просто не справляются с объемом работы. Очень много ребят, очень много взрослых, которые хотят позаниматься спортом. Турковская гора в этом году собрала более 200 участников. Не только со всей области, но и с соседних регионов. Три года турнир имел статус местечкового и в этом году стал всероссийским. Если в районе появится фок, то уже в ближайшем будущем этот турнир может стать и международным. Игорь Васильев, Евгений Крылов, Павел Криклевец, Вести, Саратов.